Добрый день, друзья! Это телеканал Сиопульт ТВ, кибермаркетинг и я Сергей Иванов. Сегодня у нас руководитель отдела продаж компании Comagic Ирина Литвинова расскажет о том, как и когда и почему звонят клиенты и как реальность не совпадает с нашими ожиданиями. Впрочем, не буду забегать вперед. Ирина знает свою тему гораздо лучше меня. Ирина, привет! Добрый день, коллеги! Еще раз представлюсь. Меня зовут Ирина Литвинова. Я являюсь руководителем отдела продаж компании Comagic. И сегодня я хочу вам рассказать об очень интересном нашем исследовании, которое мы провели с целью понять, когда же звонят посетители наших сайтов. То есть сколько проходит времени от момента их захода до звонка и как отличаются у нас наши ожидания от реальности. Ну, во-первых, хочу сказать, что сегодняшний вебинар будет очень интересен тем слушателям, которые используют или собираются использовать сервисы колл-трекинга, но также будет очень много полезной информации для владельцев сайта, которые принимают обращения от клиентов, принимают заказы с помощью звонков, с помощью телефонного канала продаж. Ну и перейдем к самому исследованию. А во второй части нашего мероприятия я вам расскажу об выводах и результатах. Для того, чтобы его провести, во-первых, мы взяли сайт одной телекоммуникационной компании с посещаемостью примерно 30 тысяч посетителей. И мы прикинули, что на все рекламные компании нам потребуется около 5000 номеров. Для того, чтобы закрепить один номер за одним посетителем сайта не на 15 минут, как это принято в колл-трекинге, не на час и даже не на день. Мы закрепили один номер за каждым посетителем на неделю. У нас была гипотеза, что посетители сайта делают звонок не сразу, а спустя какое-то длительное время, когда этот номер телефона, который участвует в колл-трекинге, показывается уже другому посетителю. И таким образом мы просто получаем неточные данные. И вот первая очень интересная статистика, которую мы получили, это соотношение онлайн-заказов на сайте и продаж через телефон непосредственно, то есть оффлайн-заказов. И вот что мы получили. Практически 80% заказа приходит через звонки и 23% это у нас оказались онлайн-продажи, то есть заказы в корзину на сайте. И на самом деле вот эта статистика подтверждает тот факт, что в России сейчас оффлайн-продажи все еще стоят на первом месте. То есть когда посетители на наш сайт заходят, мало просто ознакомиться с продуктом или с услугой. Им хочется пообщаться, задать какие-то вопросы, то есть пообщаться вживую, чтобы сделать заказ. Следующая, та самая статистика по звонкам, что является как раз-таки самым интересным в нашем исследовании, это время, через которое звонят посетители сайта после того, как они туда пришли. И здесь на графике мы видим, что основная часть звонков приходится на первые 15 минут, то есть проходит не более 15 минут после того, как пришел посетитель, взял трубочку и позвонил. Еще есть процент, который приходится на промежуток от 15 до 30 минут. И есть такой хвост, который, ну, звонки более получаса, да, после того, как посетитель провел более 30 минут на нашем сайте. Первые 15 минут у нас приходит 82% звонков, 82,4, если быть точной. И следующие 9% это промежуток от 15 до 30 минут. То есть, если мы суммируем это, получается, что почти 92% звонков у нас приходит в первые полчаса, что, собственно говоря, и немножко развеяло наш миф о том, что посетители звонят через какое-то длительное время. И далее вот такой тянется небольшой хвост тех посетителей, которые звонят уже, ну, после часа пребывания на сайте, да, или звонят на следующий день. Он у нас получился совсем маленький. Вот на этой диаграмме мы как раз-таки можем вот это все увидеть, да, то есть звонки, которые у нас приходят после одного часа до 7 часов, это составляет около 2%. От 7 часов до 24 часов это всего лишь 1%. И 4% это звонки, которые приходят от посетителей, которые пробыли на нашем сайте более суток. То есть, совсем минимальная часть. Что же касается непосредственно применения этих данных для определения точности колл-трекинга. Как зависит его точность от времени, на которое мы закрепляем номер за каждым посетителем. Исходя из данных, которые мы получили в ходе этого исследования, мы можем увидеть, что если мы будем закреплять номер на 15 минут за каждым посетителем сайта, точность колл-трекинга будет составлять у нас 82,4%. Если мы добавляем еще 15 минут, то мы получаем точность практически 92%. Если мы хотим получить 100%, ну, наверное, это довольно дорогое для каждой компании удовольствие, поэтому здесь нужно найти такую некую золотую середину. И точность в 90% она является довольно оптимальной. То есть, 9 из 10 звонков будет определяться у вас правильно. То есть, вы будете правильно видеть поисковые запросы, которые приводят тех посетителей, которые делают к вашу компанию звонки. Следующая интересная статистика, которой мне хотелось бы сегодня с вами поделиться, это распределение звонков по количеству визитов посетителя на сайт. То есть, сколько раз требуется посетить сайт, чтобы сделать звонок в компанию. Здесь тоже очень интересная информация. 72% посетителей позвонили после того, как первый раз посетили сайт. 10% пользователей им потребовалось 2 захода. И остальная часть им потребовалось 3 и более заходов, чтобы уже сделать звонок и совершить какой-то заказ или проконсультироваться. То есть, мы можем понимать, что если пользователь не сделал сразу звонок, то, возможно, ему не хватило какой-то информации. Здесь мы получаем такое поле для размышлений, для владельцев лендингов, посадочных страниц. Насколько он информативен и понятен для наших посетителей сайта, чтобы сделать сразу звонок. Или требуется зайти еще несколько раз. Еще одна статистика, которая касается количества просмотренных страниц. От момента захода до звонка посетителя. 35% это звонки с первой открытой страницы. Это очень интересный факт. То есть, 35% зашли на сайт. Им не потребовалось листать дальше страницы, знакомиться с какой-то информацией. Они сразу выявили для себя какую-то нужную информацию и сделали звонок. И остальным пользователям потребовалось уже пройти и полистать другие страницы сайта. И здесь, опять же, очень хорошее поле для размышлений. Насколько полезны, насколько, наверное, информативны ваши посадочные страницы. Потому что мы стремимся к тому, чтобы они несли как можно больше информации. И чтобы пользователь как можно быстрее совершал звонок. И если у вас это время больше, точнее, это количество страниц больше, то, может, стоит задуматься о тех самых посадочных страницах и их наполнении. И еще один интересный факт. Мы знаем такой параметр, как показатель отказов. Вот как раз те 35%, если мы пользуемся Google Analytics или Яндекс.Метрикой, то это будет как раз-таки показатель отказов. То есть мы их не будем учитывать в конверсию. Если мы смотрим то же самое в сервисе ComEdge, то для нас это будет конверсия. И 35%, смотря на Universal Analytics, мы их просто можем потерять. И мы плавно переходим с вами ко второй части моей презентации. Это выводы и рекомендации по использованию колл-трекинга и других способов связи для вашего бизнеса. Ну, во-первых, мы всегда советуем научиться правильно анализировать все каналы продаж сайта. Наверняка у вас это не только лишь телефон. Наверняка у вас есть какие-то другие способы коммуникации с вами. Возможно, это онлайн-консультант. Возможно, это какие-то сервисы для звонков с сайта. Возможно, это какие-то инструменты для лидогенерации. Так вот, во-первых, нужно научиться собрать все это воедино и научиться правильно это анализировать. То есть, если мы используем не только телефон, но и онлайн-заказы, как мы уже на предыдущих слайдах говорили, нам нужно, естественно, учитывать и звонки в том числе. Если вы сейчас пользуетесь Universal Analytics, наверняка вы получаете вот такой отчет, как сейчас представлен на слайде. Транзакции, то есть заказы через корзину. Как же все остальное? Как же анализировать звонки? Как же анализировать обращения и заказы, которые к вам приходят через другие способы связи? Мы предлагаем использовать сервисы Comagic и интегрировать их с Universal Analytics. То есть, учитывать не только посещение и заказы в корзину, но и другие способы. То есть, продажи, которые осуществляются у вас через звонки, через чаты, через сервисы лидогенерации. И тогда вы будете получать уже подобный отчет. Наряду с онлайн-заказами у вас будет появляться информация о звонках, о звонках через обратный звонок, о чатах в онлайн-консультанте. То есть, у вас уже будет такая полная и реальная картина, ну, картина реального положения дела в вашем бизнесе. И еще одна очень интересная тема, это такой миф о записной книжке, который сейчас, ну, еще, по крайней мере, существует. Некоторые владельцы сайтов верят в то, что люди, которые к ним приходят, записывают номер телефона в записную книжку. И потом, когда хотят совершить заказ или обратиться в компанию, чтобы воспользоваться какими-либо услугами, они записывают свой номер, точнее, номер телефона компании в свою записную книжку и потом звонят. Так вот, как я вижу этот мир сейчас в 21 веке? Человек заходит на сайт, увидел номер, позвонил. Если забыл номер, он заходит снова на сайт, видит номер телефона, который ему показывается, и после этого уже совершает звонок. Вряд ли у вас в том числе есть записная книжка, где вы храните номера телефонов, интернет-магазинов или каких-либо коммерческих организаций. Скорее всего, вы тоже как пользователи снова зайдете на сайт и совершите звонок. А немножко хотелось бы сказать о сервисах лидогенерации. Сейчас это такой некий тренд. Есть сервисы Callback Hunter, тоже наверняка вы с ними знакомы. У нас тоже есть подобный сервис, который называется удержание клиента. Так вот, о чем я хотела бы сказать. Подобные инструменты надо использовать с очень высокой осторожностью, потому что есть такое мнение, что это может очень сильно отпугивать посетителей. Так вот, мы пытаемся проанализировать, когда же стоит показывать эти сервисы, эти инструменты нашим посетителям сайта. Ну, точно, наверное, не в первые три минуты. Здесь человек еще не успел познакомиться с вашим товаром, с вашими услугами. Если ему всплывает это окошко, которое предлагает ему связаться, оно может его просто-напросто отпугнуть. Может быть, это где-то здесь, с третьей по пятую минуту. Здесь уже, возможно, он получил какую-то информацию и может захотеть с вами связаться. Ну, и после 15 минут это уже, наверное, не актуально. Так вот, мой вам совет. Как же понять оптимальное время, когда можно это использовать? Воспользуйтесь просто АБ-тестированием с использованием подобных сервисов. Это может быть удержание клиентов в Каммэджике, это могут быть другие подобные инструменты лидогенерации. Следующее, о чем хотелось бы сказать, ну, что я уже начала говорить, использовать колл-трекинг правильно. Что значит правильно? Не нужно считать просто звонки. Наверное, было бы логичнее учитывать продажи, которые осуществляются с этих звонков. Здесь я немножко вот проанонсирую, в сервисах Каммэджик буквально недавно появилась возможность считать продажи, которые поступили с помощью звонков с рекламой, считать очень многие экономические показатели, такие как ROI, CPA, CPC. Но об этом мы еще проведем подобное, другое мероприятие, где мы более подробно вам все расскажем. Хотелось бы, чтобы вы считали не только звонки, которые приходят к вам в компанию, но и анализировали их по качеству. То есть, сколько из общего количества звонков было качественных обращений. Что я называю качественным звонком? Ну, это тот звонок, который пришел от нового вашего посетителя, который звонит вам первый раз, который пришел к вам с помощью рекламы, и он хочет у вас купить тот товар или ту услугу, которую вы предоставляете. То есть, грубо говоря, этот звонок может окончиться продажей. Вот это качественное обращение. С каждого рекламного источника может быть большое количество нецелевых звонков. Что такое нецелевой звонок? Когда вам позвонил уже какой-то действующий ваш клиент или партнер, он также набрал в поисковике ваше название, перешел к вам с рекламы, и вроде бы мы его считаем посещением с рекламы. Если он позвонил, мы можем посчитать это как звонок с рекламного источника. Но этот звонок никогда не окончится продажей. Это может быть какой-то торговый представитель, который хочет продать вам доставку воды в офис или какие-то канцтовары. Мы не должны их учитывать как звонки с рекламных источников. Это нецелевые обращения. Так вот, с помощью правильного использования колл-трекинга вы можете выделять именно количество качественных обращений в вашу компанию. И это будет являться уже для вас наиболее полезной цифрой. И вы сможете с помощью этого уже принимать более грамотные решения по распределению вашего рекламного бюджета. Следующее, о чем хотелось бы сказать, ну это, наверное, вся суть нашего сегодняшнего вебинара. Настраивая колл-трекинг, учитывайте время, через которое может звонить посетитель вашего сайта. Если даже он в среднем находится, среднее время посещения сайта у вас 3 минуты, нельзя закреплять номер на 3 минуты за каждым посетителем. Если мы закрепим номер на 3 минуты, то мы получим только 50% правильной точной информации. То есть половина звонков, они будут у нас связаны не с теми поисковыми запросами. И это может ввести нас в очень большое заблуждение при распределении нашего рекламного бюджета. Если мы закрепим номер на 5 минут, то точность будет 60%. И только 15 минут нас могут приблизить к какой-то реальной картине 82%. У вас эти числа могут быть немного другими, но в любом случае попробуйте проанализировать. Вы можете также провести такое исследование в своей компании. Мы вам можем как-то в этом помочь. Но вы рискуете просто тратить впустую деньги ваши на колл-трекинг и принимать неправильные решения. Ну и, наверное, уже в заключении нашего сегодняшнего мероприятия хотелось бы такой небольшой бонус для слушателей озвучить. Если вы зарегистрируетесь в наших сервисах Comagic на сайте в течение трех дней после нашего сегодняшнего мероприятия и при регистрации ведете промо-код, который вы видите на экране, вы получите от нас небольшой бонус в размере 1500 рублей на свой счет. И как раз-таки можете протестировать наши услуги, посмотреть, как они будут работать на вашем сайте и какую пользу Comagic может принести для вашего бизнеса. Ну, на этом, в принципе, у меня практически все. Сейчас вы видите мои контакты. Если есть желание более подробно пообщаться на эту тему, можете со мной связаться. Спасибо. Спасибо большое, Ирина. Друзья, я настоятельно прошу вас, пока мы занимаемся подведением неких итогов, все-таки написать, задать свои вопросы. Я понимаю, что вы сейчас уличны тем, что записываете промо-коды, торопитесь, спешите. Но, тем не менее, как правило, бывает так, что когда мы прощаемся и уже прекращаем вещание, тут-то и сыплются вопросы. Это очень обидно. Впрочем, если вы еще не, как говорится, не сформулировали свои вопросы или хотите задать их непосредственно Ирине, то вот контактные данные, по которым вы можете их задать. А также вы можете сделать это на следующей неделе, когда сегодняшний вебинар выйдет в записи на телеканале Сиопульт ТВ. Вы можете посмотреть его еще раз внимательно, вдумчиво, и тогда, я думаю, что точно без вопросов не обойдетесь. И мы попросим Ирину зайти также на следующей неделе на телеканал Сиопульт ТВ и отвечать на вопросы в специальной форме непосредственно под видео. Ну что ж, я вижу, пока вопросов нет. Спасибо большое, Ирина. Спасибо. На этом я прощаюсь с вами, друзья. Это был обучающий центр кибермаркетинг, телеканал Сиопульт ТВ. Я Сергей Иванов. И с нами была Ирина Литвинова, руководитель отдела продаж компании ComMagic. Всего вам доброго. Пока.